Я прошу прощения, у меня была тут срочная неожиданная ситуация, которую надо было решить. Из-за этого я в последнюю минуту подсоединился. Я включил ОБС и запись уже идет, но хвостик я потом отрежу. Хорошо. У нас Денис, видимо, сейчас покинул группу, потому что у него видеокамера не включалась. Да. Будем начинать без него или с ним? Давайте немножко подождем. Денис, а ты с камерой будешь или без? Вот я стараюсь делать это как раз. Не подключалось. Да, горизонтально, когда со смартфона гораздо лучше. Так, сейчас у нас 16.01. Давайте несколько минут буквально еще чуть-чуть подождем. Ну, на первый раз, а потом предупредим, что мы в 16 ровно начинаем. Давайте. ... ... ... нет все таки не будем больше ждать максим начинает максим плохо слышно а ты микрофон ты хотел вроде поближе на стойку знаете пока плохо ну-ка пока плохо сейчас плохо в разы тише чем когда мы общались в твоем почему вообще почти не слышно нет плохо а может быть микрофон попробовать включить выключить там что-то какие-то манипуляции с ним поделать на крайний случай петличка да есть так а может быть попробовать все-таки выйти дискорда или не 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 пока плохо динамин и и и и и и и и Повторная проверка, как сейчас слышно. Отлично. Значит, все дело было в соединении. Хорошо, я начинаю. Я повторю еще раз правила нашей совместной встречи. Мы будем читать книгу «Знание реальности» с 4 главы по 41 главу. Это изложение самых основ гелозоики, самые основные факты. Мы будем комментировать их в момент, когда я буду завершать свое чтение. В этом разе чтения я выступаю чтецом, и при окончании я буду давать слово тем или иным людям, кто захочет как-либо прокомментировать тот или иной абзац, который я прочитал. Чтобы прокомментировать, необходимо поднять руку. Если же человек без включенной камеры, то следует просто показать, что микрофон был включен. Все остальные правила, если были ознакомлены, повторять не дальнейшего смысла. Мы в этот раз подождали некоторых участников дополнительное время. В следующий раз мы будем придерживаться одного и того же времени и начинать. Если кто-то будет присоединяться позже или раньше, но чаще всего позже, можно не приветствоваться и никак не отвлекать других участников в своем присутствии. Теперь мы можем начинать. Для этого надо на весь экран вывести. И, пожалуйста, участники, не забывайте выключать микрофон после того, как вы сказали свое слово. Начинаем чтение четвертой главы первого раздела «Знание реальности». Основные факторы существования. Ниже впервые дано в современной интерпретации популярное представление основ тайной доктрины Пифагора. Пифагор назвал мировоззрение гелозойкой, в скобочках «духовный материализм». Вся материя имеет дух или сознание. Все миры, духовные миры, низшие и высшие. Теперь я, как чтец, начинаю комментарий. В первом абзаце Флоренцина знакомит с тем, что в дальнейшем мы будем читать. Мы познакомимся с популярным изложением гелозойки, то есть мы получаем в самой сжатой форме какие-то сведения. «Знание реальности», как книга, представляет собой комментарий к философскому камню, и философский камень является основной книгой, которая излагает именно это мировоззрение. Поэтому мы получаем не самое обширное представление, а исключительно элементарные основы, от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться от всех комментариев. Возможно, при будущих чтениях мы будем читать философский камень, но на данном мы познакомимся с элементарными основами. Мой комментарий закончен. Есть у кого что прокомментировать этот первый абзац? Да, Александр. Ну, я бы, пожалуй, хотел добавить, что вот имея большой опыт общения с эзотериками на других форумах, я о гелозойке узнал довольно поздно, в 2020 году я начал ее приводить. И вот мой опыт общения с эзотериками говорит о том, что многие из них считают, что материя – это что-то, что заканчивается в ментальном, в низших подпланах ментального плана. И дальше начинаются высшие миры, которые не из материи состоят. У некоторых такое мнение есть. Еще есть ряд теосфов, которые считают, что выше монастического плана находится будхический и атмический, и на этом все заканчивается. Выше атмического ничего нет. И многие из них считают, что атма – это не материя, будхи – это не материя. А кто-то считает, что материя, но представляет ее довольно абстрактно. Гелозойка отличается от многих эзотерических учений тем, что утверждает, что все высшие миры построены из материи. Элементарным кирпичиком этой материи является монада, но которая находится где-то недалеко от будхического и атмического плана. Монады не являются, как считают рериховцы, атма плюс будхи. Монады не находятся на чуть более высоком плане, чем атмический, как думают некоторые последователи книг Алисы Бейли. Монады находятся на самом высшем космическом плане. Все остальные планы построены из монад, которая находится на самом высшем плане. И строительство осуществляется таким образом, что сначала из монад строится, ну, как бы из кирпичиков, такая более крупная форма, и она называется атомом второго мира. Потом строится еще более крупная форма, и она называется атомом третьего космического мира, и так далее. Чем ниже мы спускаемся в более плотные миры, тем из более сложных атомов соответствующий мир построен. Но каждый мир, если докопаться до основы, тем не менее построен из тех монад, которые находятся на самом высшем плане. И вот самое важное, что в этом первом параграфе звучит, что все, что находится на всех высших мирах, в том числе на космических мирах, построено из материи. И элементарным кирпичиком является монада. Наверное, я на этом закончу пока комментарий. Хорошо. Есть у кого что-либо еще прокомментировать, спросить, добавить? Хорошо. Полагаю, ответа нет. Продолжаем чтение. В кавычках. Проблема реальности дает только самые фундаментальные факты для понимания смысла и цели жизни. Уже опубликованные тысячи фактов должны были быть опущены, чтобы не перегружать представления. Более подробное изложение дано в философском камне Лоренции. Добавлю свой комментарий. Во втором предложении, когда Лоренции говорит о тысяче фактов, которые могут быть опущены, это те труды, которые принадлежат Алисе Аннбейли, принадлежат трудам Литбитра, принадлежат трудам Блаватской, как и самополагающим трудам, в которых содержится огромное сведение о тех или разных мирах, об орденах, о их символах, об устройствах, об исторических событиях. Но, по сути, они не представляли столь систематического изложения эзотерического мировоззрения. Они просто имели сведения, которые в своих собственных умениях могли преподносить в своих трудах. И они специально были опущены, чтобы познакомиться с самыми основами и чтобы потом уже более эффективно ориентироваться в этих трудах. Самое большое, наверное, скопление фактов можно найти в тайной доктрине Блаватской. Все основные эзотерические факты и были изложены конкретно в трудах Бейли. И факты, которые появляются в результате человеком исследования, когда он приобретает каузальное сознание, изложены в основном в трудах Аня Безант или Питера. Я свой комментарий закончил. Есть у кого что добавить? Пожалуйста, Александр. Я бы еще добавил следующее, что после того, как было принято решение в XIX веке начать публичную публикацию эзотерических знаний, которые до этого были разрешены для изучения только в тайных обществах, в ближайшие тысячелетия так было, в XIX веке было принято решение, что часть эзотерического знания можно открыть для публичного доступа. И первый шаг на этом пути сделала Елена Петровна Блаватская. При выдаче эзотерических знаний была сделана сначала первая попытка дать совсем упрощенные знания, ориентированные на людей, изучающих христианство и другие традиционные религии. И тогда была написана книга «Разоблаченные изида». Там устройство высших миров, различные данные об эзотерическом взгляде на историю были даны очень упрощенно, и концепция об устройстве мироздания опиралась на такую терминологию, как дух, душа и тело. Затем, через несколько лет, было принято решение, что можно дать большие подробности. И тогда были... Это произошло после того, как Синит попробовал написать свою книгу «Изотерический буддизм» и произошла переписка Махатам с Синитом. После того, как это все произошло, было принято дать более развернутые знания и была написана «Тайная доктрина». Там уже, помимо дух, душа, тело, было добавлено о семи принципах человека и более подробном устройстве высших миров. Затем, после смерти Блаватской, были добавлены еще большие подробности о том, что помимо семи вот этих принципов существует семь подпланов солнечной системы и было сказано даже в третьем томе Булаватской это есть, что семь планов солнечной системы являются низшим из семи космических планов. Но до сих пор некоторые теософы эту мысль не очень хорошо освоили. Может быть, потому что не все прочитали третий том «Тайной доктрины». Литбиттер и Безент существенно расширили вот это понимание космических миров и устройство семи планов солнечной системы. Но, тем не менее, еще более фундаментальный вклад в описание этих высших миров дала Алиса Бейли. К сожалению, исторически происходило так, что каждая новая порция знаний натыкалась на консерватизм тех, кто прочитал предыдущие порции знаний. Те, кто прочитал Блаватскую, не все приняли знания Литбиттера и Безент. Те, кто прочитал Литбиттер и Безент и принял эти знания, не все приняли книги Алисы Бейли. Сейчас я попытался дать некоторые знания о том, что появилось продолжение Алисы Бейли, поскольку те, кто претендует на то, что они продолжили Алису Бейли, уже несколько таких попыток было, и в нашей стране в том числе, те, кто претендует, что они продолжили Алису Бейли, то мои хорошие знакомые, которые изучают книги Алисы Бейли, отнеслись об моем объявлении о гелозойке крайне скептически. Они посчитали, что это еще один контактер какой-то, который добавил сомнительные сведения, претендующие на продолжение Бейли, но не являющиеся таковыми. И многие читатели книг Алисы Бейли не будут изучать гелозойку. Надо быть к этому готовыми. Вот такая историческая происходила ситуация. Интересно сделать прогноз. По моим представлениям, через какое-то время, или при нашей жизни, или чуть позже, появится продолжение гелозойки. И большинство читателей гелозойки не примут это знание, посчитав, что оно искажает те основы, которые дал Генри Лоренци, и является просто контактерской чепухой. Так устроена вот тактика Махатмы. Они никогда не доказывают то, что продолжение является таким же авторитетным, как те предыдущие порции. У них такая тактика. Если человек не готов сам разобраться в этом, то ему, значит, можно обойтись без дополнительной порции, которая выдана после того, как получены предыдущие были знания. Пожалуй, я на этом закончу. Хорошо. Есть ли у кого что-либо добавить, прокомментировать, спросить? Не у кого. Хорошо. Читай дальше. Что касается теории познания, то всё есть прежде всего то, чем оно кажется, физической и материальной реальностью, но при том всегда нечто совершенно иное и неизмеримо большее. Прокомментирую со своей стороны. Мы сейчас читаем первый раздел. У Лоренции есть обширный раздел, который посвящён критике тех или иных воззрений, которые начали говорить о том, что мы, например, видим то, чем оно не является. Ставит под вопрос само восприятие человека. И Лоренции сделал попытки критики тех воззрений, которые именно уничтожали здравый смысл в плане восприятия внешней реальности. Уничтожали так называемую объективность. И, например, даже среди эзотерического мировоззрения может складываться впечатление, что если высший план является более содержательным и как бы истинный кирпичик создания принадлежит более высокому виду реальности, то, следовательно, этот вид реальности более истинен, более правильным. Данную дилемму Лоренции разрешает, говоря, что каждый план, каждый мир свой материальный со своим видом энергии и со своим видом сознания является таким же авторитетным восприятием, независимо от того, насколько высоко тот или иной индивид продвинулся в развитии. Потому что мы всё равно воспринимаем материю, мы всё равно воспринимаем её комбинации, мы всё равно видим вне себя. Для этого, например, и был создан физический мир, 49-й атомарный мир, в котором монада достигало такого сопротивления выражения сознания на материю, чтобы быть способной отделять себя и внешнюю реальность для того, чтобы начать ту или иную эволюцию. Поэтому Лоренции добавляет этот важный нюанс, который может быть осмысленен только в результате более тщательного ознакомления с теорией, что наше восприятие не менее правильно, чем более высшее, хотя высшее всегда несравненно превосходит ниша и включает его в себя. Свой комментарий я добавил по поводу теории поздания. Есть ли у кого что добавить? Хорошо, Александр. Ну, я бы добавил к этому следующее. Очень широко распространено и у древних греков была такая теория, и очень распространена она на Востоке, что все, что видит на физическом плане человек, является иллюзией, порождением его сознания. Сознание. Ну, такой, так называемый, субъективистский взгляд на окружающий мир и что истина и настоящий какой-то мир истинный находится только в неких высших мирах, а все, что окружает нас, это некая иллюзия, из которой надо поскорее выбраться и каким-то образом попасть в настоящие, в реальные миры. Лоренция утверждает, что все миры реальны, физические, эмоциональные, ментальные и все более высшие миры. Все они состоят из материи, но каждый мир состоит из такой материи, которая отличается от других миров. И все, что мы привыкли наблюдать в физическом мире, в другом мире может наблюдаться совсем по-иному и действовать совсем с другими какими-то особенностями события в других мирах. Но они также реальны. Второе, что надо добавить, очень широко в эзотерике бытует такое мнение, что эмоциональный мир это некое порождение иллюзий и махатмы вообще его не признают, что это для них несуществующий план. Лоренция уточняет, что эмоциональный мир существует и формы из материи эмоционального мира тоже существуют. Но большинство из них порождены сознанием человека. И отличить те формы, которые порождены сознанием человека, каждого из тех, кто проживает на планете Земля и жил в предыдущих воплощениях, от тех форм, которые не имеют отношения к порождению человека, очень-очень трудно. Еще труднее отличить тех людей, которые живут в данном воплощении и попали на эмоциональный мир во сне, например, или некие ясновидящие могут иногда объективно наблюдать эмоциональный мир и участвовать в его событиях. Но, помимо этого, иногда там создаются и в том числе так называемыми черными магами некие существа, которых можно принять за живых людей. Они могут нарядиться в любые одежды, выглядеть очень убедительно, почти как учителя с большой буквы. И те, кто из ясновидящих, кто попадает в эмоциональный мир, зачастую путают тех фальшивых учителей от настоящих учителей, которые, как правило, находятся в более высоких слоях, в более высоких мирах, чем эмоциональный и ментальный. В основном они находятся или в будхическом, или в атмическом мире. Но для общения с учениками иногда спускаются в каузуальный план. Но ниже они, как правило, не спускаются. Они общаются с теми учениками, которые способны контактировать с ними на каузуальном плане. те, кто не способен к этому, как правило, общаются с фальшивыми учителями, находящимися в эмоциональном мире. Ну, пожалуй, на этом остановлюсь. Есть ли у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Ни у кого? Хорошо. Продолжаем чтение. почему-то пропал текст у меня. Я сейчас пытаюсь его загрузить. Появился. существование — это троица трёх равноценных аспектов — материи, движения и сознания. Ни один из этих трёх не может существовать без двух других. Вся материя в движении и имеет сознание. Со своей стороны, я никаких комментариев не добавлю. есть ли у кого что добавить? Пожалуйста. Руслан. Да. В этом смысле, если мы имеем три равнозначных аспекта, рассказывается ли в истории гелозойки, рассказывает ли об этом Генле Лоренци, что появилось первым и как формировались эти аспекты, была ли какая-то последовательность или они появились одновременно? Отвечая на данный вопрос, три равноценных аспекта существования всегда являются вместе, то есть они неотделимы. У Лоренции описывается процесс проявления, когда появляется космос, но при этом сказать, что, например, тот же аспект сознания, ради чего и создается космос, существовал, позже тоже будет неправильным. Лоренции говорит, что эти три аспекта реальности существования равноценны. Они не следуют друг за другом, у них нет хронологии, но у них есть степень первенства. Можно сказать, что первой среди равных является именно динамис. И ему причисляется, например, в гелозаической теории в семеричном делении единица для аспекта сознания двойка, для аспекта материи тройка, чтобы обозначить первенство одного влияющего аспекта на другой. Но хронологии появления какого-то аспекта одного за другим нет. Они существовали всегда вместе. И это утверждается так, что аспект сознания, например, существовал всегда. Космосы никогда не заканчивали своё появление, никогда не было первого космоса. Они непрерывно появляются. Следовательно, у аспекта сознания как такового нет начала. Хотя Ларс дозволил как-то попробовать поговорить на эту тему в одном из письменов, когда написал в начале манифестации, что даже если Монада была бы всегда бессознательна в первом материи, никогда бы не существовало космоса, рано или поздно безграничный потенциал хаоса первой материи привёл бы в результате к неё пробуждение этого аспекта. В связи с тем, что там неизмеримое количество времени, и правильно говоришь, что там нет времени, поэтому неизбежно, что появился Бон тогда. Первенства нету, но точно что известно, это то, что космос и аспект сознания должен начать доминировать над аспектом материи у той или иной Монады, чтобы она смогла продвигаться. Ответ на вопрос, как именно аспекты чередуются друг за другом, объясняет Гелозоика уже в соответствии со своими фактами. Лоренцо делает так, он делит объяснение своей теории на объяснение аспекта сознания и объяснение аспекта движения. Каждый аспект получает свое собственное описание и от этого становится понятен контекст, какой за один другом следует. Понятно, как они между другом выстраиваются, какая важность между друг другом их, и поэтому даже Лоренцик формулирует и является одним из немногих эзотериков, который обосновит, почему существует семеричность в отношении этих трех аспектов. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Если у кого что добавить, прокомментируйте. Александр. Я бы еще добавил, что термин динамис для многих эзотериков будет незнакомый. Его ближайшим аналогом, пожалуй, на мой взгляд, можно назвать фахат, если я не ошибаюсь. Но дам расшифровку динамиса чуть-чуть еще с точки зрения гелозойки. это та первоначальная энергия, которая напитывает энергией все монады на всех мирах. То есть источником энергии, если ее сравнить с некой электростанцией, например, атомной, и вот если бы мы представили, откуда берется электричество от атомной электростанции, как оно попадает к нам в квартиры, от атомной электростанции по высоковольтным проводам, потом трансформаторная подстанция города, потом трансформаторная будка у какого-то здания, и потом к нам на лестничную площадку, и в каждую квартиру 220 вольт. Вот нечто подобное, вот динамис можно сравнить с источником всей энергии, которая потом через трансформаторы понижается, более низкие миры опускаются. Первоисточником является динамис. Греческий термин, поскольку Пифагор изложил гелозоику в Древней Греции, то там многие термины древнегреческие. Еще раз напомню еще, что Пифагор это одно из воплощений Махатма Кудхуми, который принимал активное участие в передаче исторических знаний через Блаватскую. И еще я бы хотел добавить, что в момент, когда появляется космос новый, он строится из монад. Но для того, чтобы построить что-то из монад, должны быть строители. Строителями являются те монады, которые прошли в прошлом погружение в материю и эволюцию с самого низа из минерального царства на самый верх, в первый план космический. Вот они всю эволюцию прошли, постепенно активизировав потенциальное сознание монады и актуализируя его сначала в минеральном царстве, потом в растительном, животном, человеческом и в более высших царствах. Поднявшись на самый верх эволюционной лестницы, они стали обладать всеведением, всезнанием, всемогуществом. И таким образом они стали способными создавать новые космосы. Новые космосы создаются из монад, которые строители в некоем пространстве собирают и начинается процесс созидания вот этих самых 49 миров, о которых написано в гиллозорике. Но, пожалуй, подробностей каких-то не буду больше давать. Я закончил. Добавлю к тому, что сказал Александр, что фахад в базовом эзотерическом словаре, который был написан Ларсом, это 43-го атомарный вид по 49-й атомарный вид энергии 47-ми атомных миров нашего Солнечной системы, ну и вообще всех Солнечных систем. То есть фахад это даже вариация динамиса, которая проводится через материальные энергии этих атомарных видов. Второе, что я добавлю, это то, что космос строится из монад на разных стадиях развития и заполняется постепенно, раздуваясь как сфера. Те монады, которые не преуспели в своей карьере развития сознания, присоединяются к следующему космосу и продолжают свое развитие в нем. Космос может делиться на гигантские промежутки времени по развитию, и динамис постепенно, все время, будет опускаться по интенсивности до тех пор, пока низший атомарный вид не замедляет выражение динамиса до того, что мы наконец можем видеть в нашем физическом мире, самых низших молекулярных видов. Мы видим самые придавленные формы динамиса физическим глазом, самые низшие формы возможного выражения. Это я со своей стороны добавлю. Есть ли у кого что спросить? Пожалуйста. Я хотел бы добавить для тех, кто изучал работы Владимира Шмаркова, в частности пневматология, что он объясняет проявление монады тернером воля-разум-мистика, где воля соответствует динамису, разум соответствует сознанию и мистика соответствует материи. Также он упоминает, что воля, все они, все три, они не раздельны, но воля является первой среди равных, тем самым дает, если так можно выразиться, первенство среди прочих воли, тем самым в базовых понятиях с новой пневматологией и Генри Лоренци очень схожи с Симоном. Данный предмет это отдельный дискурс, потому что пневматология Шмакова и Гелозойка имеют сильные отличия, в том числе в том, какие царства и разницы проводит Шмаков и какие выводы он в итоге делает из своих категорий. Но это все отдельная тема. Так в целом сравнение может быть удачным в плане выражения. Есть у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Да. Получается, мы можем сделать вывод и провести также аналогию с учением Арисан Бейли, где рассказывается о лучах. Взять три луча, провести аналогию с аспектами, с тремя аспектами, которые объясняются. И вывод, который мы можем сделать, что у нас есть все-таки некая математическая последовательность, которая, например, описана у Алиса Бейли. То есть первый луч, второй и третий. Мы понимаем, что они взаимосвязаны. И вы сказали, что нет какой-то закономерности, чтобы, допустим, второй аспект развивался из первого. то есть нет хронологии. Я не могу с этим согласиться на данный момент. Я не знаю просто. Но пока что можно это концептуализировать, что есть, получается, некая последовательность, но мы не знаем о хронологии. Существует ли с момента, допустим, создания того или иного космоса? есть ли кто-то еще может прокомментировать вот этот вывод? Да. Ну, вот я бы заметил тут, что в гелозоике наконец-то подробно объясняется, почему возникает цифра 7 из тройки. Вот Максим начал с того, что три аспекта являются фундаментальными и одновременно появляющимися в самом начале зарождения любого космоса. И Монада обладает всеми тремя аспектами. Но затем напрашивается вопрос, а откуда берется семерка? Так вот, Лоренци размещает в своем учении очень такую интересную схемку, где, помните, жирно цифры 1, 2, 3 первую строчку занимают, на следующей строчке жирно цифра 1, вторая чуть менее жирно, третья еще менее жирно. И, в общем, таким образом существует комбинация из семи вариантов, когда начинается с трех жирных цифр, а заканчивается самыми маленькими тремя цифрками. Так вот, и у Алисы Бейли, и у Лоренци говорится, что 4, 5, 6, 7 миры и подпланы являются порождением третьего. и перед тем, как свернуться в космос, сначала 7, 6, 5, 4 сворачиваются в тройку, а первый третий уже как бы сворачиваются в единицу. То есть тройка это основа, а дополнительные являются порождением уже более подробным из комбинации, в которой последовательно первый, второй и третий чуть ослабляются. Но у каждого из семи вариантов есть на вершине первые три все сильные, потом один из них чуть послабее, и внизу все три самые слабые. И таких комбинаций 7. Вот на этом основана семиричность. Ну, пожалуй, закончу. Да. В этом смысле я хочу добавить, что возможно, когда мы рассмышляем о чем-то настолько универсальном, что касается всех, допустим, 49 отделов, о чем-то, что лежит в основе миров, которые мы даже не можем понять, мы должны отказаться от привычного понимания того, что сильнее или что слабее в привычном понимании этого смысла. И понимать, что это действительно разные функции, допустим, все эти семь лучей или три аспекта, которые дифференцируются потом в семерку, и понимать, что это некое начало и конец, некая завершенность, некая универсальность, которая не измеряется, как мы привыкли думать, что что-то сильнее, что-то слабее. Хотя я понимаю, Александр, что вы в другом контексте применяли слова, просто я делаю комментарии, чтобы развеять некую легенду сравнительно. Ну, я вот все-таки добавил бы, что даже Алиса Бейли разделяет три аспекта и четыре атрибута. Она не называет, что все семь лучей главные. И то же самое делает Лоренция. Вот мой такой комментарий. Добавлю, что если с чем-то там было несогласие по теме аспектов, если там было несогласие по воду хроминометража, он существует, но их очень много. Самый сильный аспект, который доминирует в самом низшем материальном мире, это аспект материи. Самый сильный аспект, который выражается, это аспект сознания в самом высоком материальном мире. Но для того, чтобы хронология произошла так, что аспект сознания начал доминировать над аспектом материи, необходимо, чтобы это сознание начало пробуждаться и постепенно двигаться в сторону вверх. То есть эта хронология существует, Просто каждый раз нужно рассматривать ее в отношении того, о чем мы конкретно говорим. Механика по-своему формируется. Я бы хотел уточнить, что самым высшим аспектом на самом высшем мире является динамис. По мере эволюции сначала доминирует аспект материи, затем начинает доминировать аспект сознания, и еще выше начинает доминировать аспект воли. Вот такую последовательность описывает Генри Лоренци. Ну, пожалуй, закончим на этом. Есть ли у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Нету. Окей. Тогда читаем дальше. Материя состоит из первоатомов, названных Пифагором монадами, наименьшей возможной частью первой материи и наименьшей возможной твердой точкой для индивидуального сознания. Я ничего не буду добавлять в комментариях, если у кого что добавить. Хорошо. Тогда продолжаем чтение. Основной причиной движения является динамическая энергия первой материи. Есть что у кого добавить? Нету. Сознание в первоатомах изначально потенциальное, в скобочках бессознательное, пробуждается в процессе проявления постепенно к актуализированному, пассивному сознанию и затем становится все активней во все более высоких мирах, все более высоких природных царствах. Есть ли у кого что добавить? Да. Я так понимаю, что такое атомы и что такое первая материя, это будет дальше объясняться, да? Да, будет дальше объясняться. Дарья, посвященная отдельная глава, которая именно раскрывает этот вопрос. Если у кого что добавить, спросить, уточнить. Не у кого. Продолжаем чтение. Пифагор осознал предпосылки греков для восприятия объективной реальности, для научного метода, и для систематического мышления. Культивирование аспекта сознания, как это происходит у восточных народов, до того, как заложен фундамент для понимания материальной реальности, порождает субъективизм и отношение к жизни, характеризуемое необузданным воображением. Именно Пифагору мы обязаны большинством наших фундаментальных понятий реальности, которые современные понятийные аналитики в скобочках, будучи неосведомленными о реальности, стремятся отбросить и тем самым делая постижение реальности окончательно невозможным. Пифагора с учением о монадах и демокрита с экзотерической атомной теорией можно считать первыми двумя учеными в западном смысле. Они поняли, что аспект материи является необходимой основой для научного способа рассмотрения. Без этой основы не будет точности в исследовании природы вещей и их взаимоотношений. Для индивидуального сознания нет контролируемых пределов, но оно имеет тенденцию тонуть в океане сознания. Со своей стороны, мне нечего прокомментировать, если у кого что добавить или спросить. Не у кого. Продолжаем чтение. Далее, Максим, более подробно объясняется три аспекта реальности. Максим, секунду. Я все-таки краткий комментарий сделаю. Чуть-чуть верни текст. Текст немножко верни. Хотелось бы добавить комментарий, что западный подход и восточный подход отличаются... Западный и современный подход, который после возрождения начал активироваться особенно сильно, отличается тем, что научная школа западного мира опирается на материю, на мир материи, на то, что можно потрогать, пощупать, изучить каким-то образом, систематизировать. Восток очень долгое время, и там огромное количество есть мистиков, которые до сих пор не опираются на материю как на нечто такое, чем можно пренебречь. Что это что-то такое примитивное, иллюзорное, что не дает какого-то понимания реальности, к чему вообще не обязательно обращать свое внимание, и надо как можно поскорее куда-то вырваться в некие более тонкие миры, и там узнать о том, что существует в реальности. Вот Пифагор как раз стал основоположником западного подхода, который долгое время более углубленно преподавался только в тайных школах, но какие-то зачатки подхода к тому, чтобы опираться на изучение материи, и использовать объективные способы изучения материи. Восток привык субъективно изучать, потому что высшие миры объективными органами чувств не видны, мы его не видим, не слышим, не можем потрогать, только с помощью сознания мы можем каким-то образом проникнуть в более высокие миры. А запад привык опираться на то, что можно измерить линейкой, потрогать, увидеть телескоп, микроскоп и так далее. И вот заложил такой подход именно Пифагор. Аристотель сделал большой шаг в этом направлении, немножко опустив, упростив эзотерическое изложение и сведя его к тем знаниям, которые доступны не очень развитым людям. И вот отсюда появился такой более научный, материалистический и, может быть, даже переросший в атеистический способ изучения окружающих миров. Ну и, пожалуй, на этом закончу. Да. Хочу добавить со своей стороны то те егические или философские направления, где аспект сознания является доминирующим и где аспект материи считается как иллюзия, как феноменальность, а аспект движения воли фактически вообще не рассматривается, является очень деструктивным в плане построения жизневоззрения, потому что на неверно построенном мировоззрении, где если возводя в абсолютность всю систему субъективизма, то мы получаем абсолютно фиктивные умозаключения, которые противоречат здравому смыслу, той действительности, которая окружает нас в повседневном мире. И такие системы, называя это иллюзией, и говорящие отбросите все, потому что это иллюзия, они фактически заводят искателей в замкнутый круг. С моей стороны все спасибо. Более подробное изложение данного слов, которые были высказаны Денисом, можно прочитать в седьмом разделе знания реальности, где подробно критикуются данные зрения и к чему приводят подобные ошибки. Это я со своей добавлю. Да, Руслан. В смысле я хочу добавить и провести аналогию с Алексей Стрейли. Получается у нас есть семь лучей и когда мы акцентируем наше внимание на третьем аспекте сознания, на третьем луче активного интеллекта, который дифференцируется еще в четыре луча, и мы опускаемся в самый низ, например, седьмой луч церемониальной магии практически и порядка, я забыл точное название, церемониальной магии и порядка, пока так скажу, практической магии и порядка, получается, благодаря третьему аспекту, который дифференцируется на все дальнейшие аспекты, на дальнейшие лучи, мы понимаем, что мы имеем дело с дифференциацией, если мы упускаем эту дифференциацию из виду, мы теряем саму дифференциацию, саму по себе дифференциацию, вот, в этом смысле мы тогда отказываемся от того или иного аспекта реальности, предварительно не обработав его, не одухотворив материю и не имея возможности эволюционировать, пойти дальше. То же самое можно сказать, если даже не говорить про третий аспект и третий луч, то же самое можно сказать про седьмой подплан, про седьмой луч. Если мы не можем стать сознательными на седьмом подплане, седьмого плана, например, то мы не можем подняться выше, мы не можем подняться на шестой подплан и дальше. В этом смысле наша задача как человек и вообще в моем понимании как вселенной, которая познается у себя через эти подпланы, это становиться сознательной на каждом подплане. В этом смысле наша задача понимать смысл этих подпланов и двигаться последовательным. Я со своей стороны добавлю к тому, что ты сказал. Это то, что Лоренций говорил о чрезмерном подходе, когда воображение становится основой любого исследования и индивидуальные переживания становятся эталонным знанием, которое доводится до предела. То есть это слишком сильно акцентированное какое-то внимание на подплане. В случае йогов и восточного мировоззрения они очень сильно концентрировались именно на аспекте сознания, тем самым упуская другие аспекты и создавали одностороннее мировоззрение в этой связи. Это безусловно принесло им пользу в какой-то степени и именно возможно этим и характеризуются восточные народы и их способы реализации. Для этого разрабатывались отдельные методы, для них разрабатывались свои школы, свои терминологии, которые подходили именно для выражения их тенденций, их собственных предпочтений. Но когда это было доведено до крайности, появилось, что появилось, и когда западный человек начал знакомиться с восточными ориентированными системами, он потерял свою собственную силу, это, так скажем, научный метод. Но при этом даже научный метод, который слишком сильно с акцентированием внимания на аспекте материи, начал, например, отрицать Гилл Зейтон, начал отрицать, что материя имеет сознание, начал отрицать, что сознание может выражать энергию, и именно поэтому мы видим формы, что существуют групповые виды сознания, такие же, как собрание форм из материи. То есть, что мы делаем выводы из этого абзаца в связи с тем дополнениями, которые мы получили? Это то, что односторонний подход не ведет к положительному, и поэтому именно на трех аспектах нам нужно получить более цельное представление. Сама система Гилл Зоика начинает свое изложение конкретно с аспекта материи, потому что именно западному человеку легче ориентироваться на аспект материи научным подходом. Легче, например, в цифрах выводить, в количественных пропорциях, в непосредственных сравнениях, в описаниях, которые могли бы напоминать чем-то описание физического мира. Это облегчает, например, понимание. Но всегда стояла проблема в том, как правильно это выразить. И, наконец, можно познакомиться с тем, как это может быть грамотно выражено. Мы можем продолжать чтение. Или же мы можем кто-то прокомментировать или что-то добавить со стороны. Хорошо. Продолжаем чтение. Далее более подробно объясняются три аспекта реальности развития сознания в различных природных царствах и великий закон в совокупность всех законов природы и жизни. Знание трёх аспектов жизни является необходимым условием понимания эволюции природных царств. Думаю, что тут добавление не требуется. Начинаем. Аспект материи. Первая материя. Первая материя — хаос греков. Есть в то же время безграничное пространство. Думаю, добавлять здесь ничего. В этой непроявленной первой материи в кавычках за пределами пространства и времени существует безграничное количество космосов на всех различных стадиях строительства или демонтажа. Есть у кого вопросы? Комментарий к данным? Нет? Хорошо, продолжаем. Космос. Космос — это шар в первую материю. Его первоначальные размеры невелики. Но, будучи снабжённым первоатомами из неисчерпаемого запаса первой материи, он растёт непрерывно, пока не достигнет необходимого размера. Таким образом, именно материя есть пространство. Если у кого вопросы, добавление на этот счёт. у меня есть вопрос. В чём разница между первоатомом и первой материей? Это будет дальше объясняться или это уместно сейчас спросить? Это уместный вопрос, потому что есть некоторые разграничения. Оно существует как монадная материя, первая материя и монадная материя, потому что существует абсолютно плотное назовём так пространство, мы говорим только в удобствах. Понятие пространства, субстанции, тоже в удобствах говорим опять же. Это субстанция материальная. В небо создаются назовём так дырки или норы, из которых выглядят как монады. Индивидуальные наименьшие точки. Пустотности, которые мы теперь называем уже самой материей. Это реверсивный подход, который использовал ещё Лепитер, когда в оккультной химии пытался объяснить природу более высоких видов материи, говоря, что самые низшие виды материи, они менее, скажем так, плотные, менее выраженные, чем те высшие виды, из которых они происходят. Есть разница в том, что монада — это индивидуальная точка, то есть это конкретизированная, хоть какое-то индивидуализированная точка, с которой начинается развитие сознания. Она ограничена, это раз. Первая материя не ограничена, монады сама по себе ограничена. Космос ограничен, потому что именно определённое количество монад входит в этот космос. И космос всегда имеет в момент уже своего становления определённое количество монад. Хотя оно невыразимо гигантское, невозможно записать, насколько огромное их количество, но в то же время их предельное количество. И именно поэтому говорится, что, например, космос, с момента появления космоса появляется пространство понятно хорошо да у меня есть вопрос получается мы первым атомы ассоциируем с монады это и есть одно и то же в этом смысле это первый вопрос и второй вопрос получается можно провести аналогию первоматерии с чем-то не проявленным а первоатомы с чем-то проявлены да можно провести условием для проявления является именно монады именно они являются условиям их появления и в то же время в самом хаосе может существовать безграничное количество монад которые находятся в непрерывном танце под воздействием динамиса то есть между например многими галактиками существует разграничение и между ними все еще плавают монады которые непрерывно порождаются из этой абсолютно плотной субстанции из первоматерии и условия именно же появления космоса это именно монады именно они должны быть для того чтобы формировать все материальные виды и так далее все дальнейшие выводы из этого которые следовали еще раз уточню получается 1 а там это и есть это первый вопрос и второй вопрос имеет ли монада какие-то выраженные характеристики допустим какой-то аспект будет в ней превалировать в этом первоатоме или там все три аспекта как-то равнозначно и только потом происходит какая-то дифференциация первый вопрос который касается первоатом и монада одно и то же да это одно и то же просто вопрос терминологии первоатом называется для удобства чтобы ориентироваться в отношении атомарных видов монада он называется для того чтобы описывать именно фундаментальную частицу как само по себе без отсылки конкретно к другим атомарным видом а касательно трех аспектов монада это и я и точка выражающая динамис то есть три аспекта одновременно проект но с другой стороны вот эта дифференциация которая возникает который была озвучена она ситуативная и зависит от очень многих факторов и контекстов которых мы будем употреблять как именно это происходит как один аспект на другим превалирует и доминирует то есть это требует уже уточнение в каждой частной ситуации но да да по-разному бывает я добавлю от себя что монады различаются своим своеобразием каждая монада неповторима своим опытом своим путем направлении неважно насколько они тоже действенны они всегда неповторимы всегда абсолютно уникальны только в единственном этом ключе поэтому те или иные нюансы выражения своеобразия они будут заключаться и достигнут своего максимума в первом космическом мире через процесс эволюции до период времени монада будет использоваться как строительный материал в процессе инвальвации который будет дальнейшем озвучено как процесс происходит строительство космоса и тогда ее индивидуальность не сильно выражена но когда она начинает процесс когда она становится четверичной материей когда начинает процесс эволюции ее своеобразие постепенно начинает пробуждаться и И, конечно, оно находит самое сильное выражение в высшем космическом мире. Это то, что я могу добавить, и я надеюсь, я ответил на эти вопросы. Да, сейчас. Извини, Ирина, я сейчас скажу. Четверичная материя. Ты имеешь в виду, когда происходит дифференциация после трёх? Первичная, вторичная, третичная и четверичная материя – это терминология, которая вводится уже в пути человека. Она используется для удобства для того, чтобы различать те или иные виды материи, из которых строятся те или иные агрегаты. Третичная материя – это наши собственные оболочки, виды материй, которые ещё не стали со нас готовыми к эволюционному пути и выполняют для нас вспомогательную функцию в качестве агрегата. Вторичная материя в основном служит образованием для атомарных молекулярных видов. Первичная материя сама по себе бессознательна. То есть первичная материя – это монада до того, как она вообще пробудила сознание, до того, как она вообще смогла хоть какое-то воздействие получить. С момента её вовлечения в космос она становится вторичной материей. В процессе развития третичной. Уже в четверичной она начинает свой путь эволюции и развития. Это уточнение касательно терминологии. Всё? Да, Ирина. Прошу прощения, я не расслышал вопрос и то, что было сказано. Как-то зависло всё. Да, есть ли дальнейшая дифференциация? Рим, пропадает звук. Пропадает звук, тебя не слышно, вопросы не слышно. Надо повторить вопрос, тебя не было слышно. Так, Рим, тогда пусть Ирина задаст вопрос. Что-то у тебя с микрофоном. Да, Ирина, задаю. У меня вопрос по поводу монад, которые ещё не введены в космос. То есть получается, что монада может провести неисчислимое количество времени до введения в космос. И, соответственно, она получает всё равно индивидуальный опыт. Правильно? Находясь в первом материи или нет. Или она начинает получать индивидуализированный опыт только при введении в космос. Мы уже помахали головой, обозначая, что только опыт, любой вид опыта начинается только в космос. В первом материи до того, как монада не пробудила ни один аспект сознания у себя, не смогла его достаточно актуализировать, она не может никакого опыта приобрести. Никак. В первом материи она может провести неисчислимое количество времени, но опыта она не будет приобретать никакой. Это монотонная, однородная среда. Никаких разниц и видов выражения динамиса на неё не воздействуют. Никакие виды групповых сознаний и тех или иных особенностей других монад, она не производится. То есть индивидуализации нет возможности выражаться. Никаким образом. В таких условиях. Александр, а потом Денис. Я бы хотел ещё провести такую... Некоторым неподготованным слушателям, может быть, тяжело говорить на такие темы. Я бы хотел такую, может быть, упрощённую и поэтому искажающую частично модель нарисовать. Представьте себе, что монада это кирпич, из которого потом будет построено какое-то здание. Так вот, пока кирпичи находятся отдельно друг от друга, но очень плотно сложены рядом с друг с другом, это называется состояние хаосом. То есть ни одной формы пока не существует. Пока кирпичи между собой не соединены каким-то образом по замыслу творца. Как только из кирпичей начинает что-то, какая-то форма строится, то есть из двух или из трёх кирпичей, это уже начинается проявленный космос. Для того, чтобы построить здание, обычно прямо стены, прямо из кирпичей строят. Но при построении космоса, к сожалению, приходится заготовки менее сложные использовать и более сложные. Для второго мира из кирпичей, допустим, из 49 кирпичей строится некий атом, который будет кирпичиком второго мира. И всё, что построено во втором мире, будет из этого атома, который построен из 49 кирпичей. Вот некую форму создаются, и тогда из этой формы всё строится на втором плане. На третьем плане уже из тех кирпичей, которые являются на втором плане основой, а состоят на самом деле из 49 монад, вот уже из этих более сложных форм строится, из 49 таких одинаковых атомов строится элементарный атом третьего мира. То есть это ещё более сложная форма. То есть большое количество кирпичей входит уже на третьем плане гораздо больше, чем на втором, как бы элементарными атомами являются. Короче говоря, вот такими заготовками для будущих строений на более низких планах являются вот такие формы всё более усложняющиеся. Может быть, пример не очень адекватный, но он показывает о том, что есть разница между монадой, из которой ещё пока ничего не построено, и тогда это просто единичка. Маленькая монада, ни с кем ещё не соединённая в некую форму. А как только она с какими-то формами соединяется, это называется проявленный космос. И начинается уже вот комбинация монад, соединённые в какие-то более сложные агрегаты, это проявленный космос. Чем более плотный мир опускается, вот это строительство, тем большее количество монад входит в некие вот те атомы, из которых строятся уже на самом низком мире. Плотные вот эти миры. Может быть, я не очень сумбурно немножко объяснил, но, возможно, кому-то это поможет, модель. Я закончил. Денис. В моём понимании процесс проявления из первой материи и монады происходит за счёт вращательной силы динамиса, которая создаёт эту минимальную материальную точку, которая не обладает сознанием, то есть она является бессознательной. То есть все три аспекта движения и сознания, и материи присутствуют, но аспект сознания ещё не активирован. И здесь начинается путешествие, движение, поход монады. То есть она, как неактивированный сознательный центр, спускается всё ниже и ниже с первого по сорок девятый план, после введения её в космос, являясь энергетическим кирпичиком, на основе которого действуют атерны вторичной, третичной и четвёртичной материи. То есть она является некой энергетической подложкой, которая позволяет существовать более эволюционно развитым материям. После прохождения этой материи первоатомов несколько раз по всем планам, она получает вторичный импульс и превращается во вторичную материю. Спасибо. Есть ли у кого что добавить, прокомментировать? Меня сейчас слышно? Скажите, пожалуйста. Я задам тот вопрос, который ещё тогда хотел задать. После четверичной материи происходит ли какая-то дальнейшая дифференциация? Если происходит, то до какого момента? Ага, нет. Понял. Если у кого что добавить, добавить, прокомментировать? Не у кого. Продолжаем чтение. Полностью построенный космос, такой как наш, состоит из непрерывной серии материальных миров разной степени плотности. Так что высшее проникает всё низшее. Наивысший мир таким образом пронизывает всё в космосе. Есть ли у кого что добавить? Как-либо прокомментировать? Да, Александр. Я бы хотел такую модель добавить. Тоже, опять-таки, я иногда буду добавлять какие-то картинки, которые создают большую наглядность. Представьте себе, что у нас есть ведро, в которое навалены крупные камни. Ну, или бочка. Бочка, в которой навалены крупные камни. В эту бочку можно добавить ещё песок. Такой, не мокрый. И он займёт все щели между крупными камнями. В эту бочку потом, после этого, можно ещё налить воду. И она тоже заполнит какие-то остатки того пространства, которое песок, ну, пяток вписает, впитает в воду. Короче говоря, получается, одновременно в бочке присутствовать и булыжники, и песок, и вода. И все они вроде бы в одном и том же пространстве. Но у них у всех разное будет такое состояние. И вот взаимопроникновение тонких высших видов материи в более плотные чем-то напоминает то, как вода, попадая в бочку, умудряется всё-таки занять всё пространство бочки, хотя там уже и песок, и булыжники. А если попытаться булыжники, наполненные уже булыжниками, им уже туда не поместиться. А вода помещается, и песок помещается, если только булыжники навальны. Вот так же более высшие виды материи взаимопроникают во все более плотные миры. Ну, может быть, тоже не совсем корректная модель, но достаточно наглядная. Я закончил. С моей точки зрения, хорошая модель. Да. Мне тоже понравилась модель. Я вот проведу аналогию с лучами Бейли и вернусь к той теме, ещё когда мы говорили о семи лучах, о том, что каждый из этих лучей, как принцип, как некий механизм, является аксиомой, является чем-то универсальным по отношению ко всем планам и подпланам. В этом смысле лучи, вот у нас есть главные лучи, три луча, и дальнейшая дифференциация на семь идёт как бы не главных лучей атрибутов. Тем не менее, это всё в моём понимании разные субстанции, которые дополняют друг друга и формируют космос таким, каким он является. То есть в этом смысле дифференциация не является чем-то незначимым. То есть дифференциация — это значимое явление, что-то, что дополняет космос, что-то, что формирует его. А вопрос уже главного, не главного, я не знаю. Есть у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Да, Александр. Мне кажется, иногда будут возникать такие высказывания, которые вроде бы, может быть, можно было и прокомментировать, но есть понимание, что к ним мы на каком-то более позднем этапе прочтения ещё вернёмся, и там будет ответ дан. Иногда хочется сразу дать ответ, иногда дойти до того места, который даёт ответ на это место, и тогда, само собой, можно будет обсудить более подробно. Вот можно было бы прокомментировать, но, на мой взгляд, можно подождать, пока мы ещё дальше не почитаем. Я закончил. Хорошо. Ну, тогда мы можем продолжить чтение. Миры построены из наивысшего мира. Каждый высший мир поставляет материал для следующего низшего мира, который формируется в высших мирах и из них. Есть что прокомментировать, добавить, спросить? Нету. Читаем дальше. Есть 7 серий из 7 космических материальных миров. Всего 49. Скобочка. С 1 по 7, с 8 по 14, с 15 по 21, с 22 по 28, с 29 по 35, с 36 по 42, с 43 по 49. В соответствии с постоянным делением на 7 отделов. Эти атомные миры занимают одно и то же пространство в космосе. Все высшие миры охватывают низшие миры и проникают в них. Если у кого что добавить, прокомментировать каким-то. Далее. Мне кажется, здесь надо для тех, кто первый раз слушает вот эту презентацию, подать понять, что высший мир — это от 1, от 1, от 3, от 4. Потому что те, кто первый раз столкнется, и сейчас может быть просто войти в затруднения, определенные понимания, потому что мы всё-таки начинаем читать с определённой головы этот текст. Так что вот попрошу комментарий сдать для тех, кто первый раз слушает это. Данный комментарий не сильно требуется, потому что мы всё равно получим ответы при дальнейшем чтении главы, при том, что мы получаем самые элементарные основы изложения. То есть мы читаем самую простую книгу, и Лоренций написал знания реальности именно для тех, кто не понял философский камень. Мы можем, естественно, почитать, например, специальное эссе Ларса, где он в 49 пунктах упрощённых вариантов и озвучивает это. На ранних этапах тяжело ориентироваться в этой нумерации. При ранних этапах изучения самой системы гелозойки легче поднимать с 49 по 43 мир и как-то более-менее ориентироваться. Потому что именно эти атомарные виды принадлежат Солнечным системам, и именно из них они формируются. Уже в молекулярных видах. А дальнейшие высшекосмические виды материи сложно описываемы и предлагаются уже более продвинутые теории. Мы лишь можем рассмотреть данный комментарий, который я добавил, только как уточнение того, что мы как раз читаем упрощённую вариацию, и нам некуда спешить для того, чтобы пытаться всё и сразу объяснить. Если у кого что добавить, прокомментируем. Да. Я вот веду сейчас видеозапись, и на ней при монтаже в какие-то моменты беседы я, наверное, буду пояснительные иллюстрации вставлять. Например, 49 миров. Для того, чтобы зрителю нашей беседы было удобнее, я добавлю при монтаже просто рисуночек с этими 49 мирами. И какие-то другие схемы, если надо будет как бы добавить, я, может быть, тоже буду добавлять. Но я всё. Хорошо. У кого есть что спросить, добавить, прокомментировать? Нету. Читаем дальше. Существует очень простое объяснение для трёх чисел три и семь, от которых так называемые эксперты отмахнулись с обычной насмешкой. Три — это из-за трёх аспектов существования. Скобочка. Троица. И семь. Потому что это наибольшее количество различных способов, в которых три могут быть объединены последовательно. Кроме того, насмешки над пифагорейской нумерологией, в кавычках, уйдут в прошлое, когда люди познают немного больше. Со своей стороны, прокомментирую, что это продолжение той темы, где касалось предмета семеричности и семи отделов. Я думаю, Александр, что можно вставить как раз в этот момент именно вот это семеричное деление. Если у кого что спросить, прокомментировать, добавить. Нету. Хорошо, продолжаем чтение. Нумерация миров идет от наивысшего мира к первому вниз, показывая, что они сформированы из наивысшего мира. Таким образом, легко увидеть, сколько высших миров остается достичь, в каком бы низшем мире ни находился человек. Добавлю от себя, что нумерация в математическом номенклатуре очень сильно упрощает и не требует от, например, терминологии людей пытаться как-то описать его. Даже описание, которое предлагается в качестве космический, манифестальный мир, космический, субманифестальный мир, космический, суперэссенциальный, космический, эссенциальный мир и так далее, они предложены в качестве того, чтобы проводить аналогии, которые присутствуют в каждом мире. При каждом делении того или иного мира тот мир, который соответствует в последовательности своего числа, будет совпадать с Высшим миром. И таким образом, терминология, которая подбирается как «космический ментальный мир», это подразумевается, что ментальный мир, например, в нашей Солнечной системе — это аналогичный мир, который сходится с той природой, которая исходит из конкретно космического ментального мира. В качестве примера. Нумерация помогает ещё относиться к данным мирам как к чему-то локализованному, к чему-то конкретному. Потому что в терминологии у нас просто нет такого описательного аппарата, который бы позволял нам выражать его природу. У нас нет ни опыта, ни представления, и поэтому математическую номенклатуру в гелозуике рекомендуется так для начала просто выучить, а затем уже не ориентироваться. Я свой комментарий добавил. Есть ли у кого что добавить? Прокомментируй. Нету. Хорошо, продолжаем. Все 49 миров отличаются друг от друга измерением, продолжительностью, материальным составом, движением и сознанием. Это так из-за различий в первоатомной плотности. Есть ли у кого что добавить? У меня есть вопрос. Извините, пожалуйста, что я без камеры. Мой телефон, оказывается, перегревается и не способен отображать так много камер. Получается, вопрос состоит в том, что такое первоатомная плотность в конце предложения? Количество входящих монат в тот или иной атомарный вид. Например, второй атомарный вид, он образован, как Александр ему было вскользь упомянуто, из 49 монат. То есть это первоатомная плотность. Количество входящих первоатомов в тот или иной атомарный вид. В 49 атомарном виде входит количество монат где-то приблизительно 40 нулями или 50 нулями в количестве. То есть это непомерное огромное количество монат входит в физический атом. Поэтому и природа физического мира, физически атомарного мира, имеет свою соответствующую природу от именно этой плотности, которая из него образуется. Со своим измерением, продолжительностью, времени, природой вообще, темпоральности и так далее. Есть ли вопросы по этой теме? Или я ответил на него? Да, я провёл аналогию первоатомности с монадой и плотность, соответственно, как количественность или плотность. Я понял ответ. Да. Есть ли у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Нету. Продолжаем чтение. Семь низших космических миров в скобочках с 43 по 49 содержат миллиарды солнечных систем. Найнизший мир, 49 в скобочках, это физический мир. Думаю, комментарий тут не требуется. Наш космос — совершенная организация. Ставлю свой комментарий к этому утверждению. Оно озвучено не просто так, потому что Лоренци подразумевает, что наш космос завершил свой процесс формирования, так что это уже отлаженная организация. При ранних стадиях космос только начинает набирать обороты, начинает своё развитие. Но о сферах, как это именно происходит, нам пока ещё неизвестно. То есть они находятся в непределах нашего знания. Но мы сейчас находимся в той стадии, когда космос сформировался, и процессы эволюции уже стабилизировались. Поэтому и Лоренци выражается, что наш космос — совершенная организация. Да, Александр, я закончу свой комментарий. Да, я хотел предыдущий ещё как бы параграф прокомментировать тем, что те, кто не читал гелозоики, чтобы в курсе были, что все солнечные системы, которые можно наблюдать в телескоп на звёздном небе, состоят из материи 43-49, то есть из самой плотной материи. А все более высшие миры уже не являются солнечными системами. То есть солнечные системы — это некое воплощение на самый низший космический план. Наверное, я немножко сумбурно выразил мысль, но тем не менее, что солнечная материя построена из самой плотной материи. Ну, а дальнейшее чтение гелозоики пояснит, что я имел в виду. Я пока на этом закончу. Со своей стороны добавлю, что именно то, что видят в телескопах астрономы, то, что они могут наблюдать, это даже не атомарные миры, которые озвучиваются Лоренции как 49-й. Мы видим молекулярные материи. А молекулярные материи — это агрегация этих атомарных видов. То есть это степень уплотнения этих атомарных видов. И, например, химические атомы Менделеева — это только четвёртый молекулярный вид из всего семи, где самый первый из них — это является сам мир атомов. И количество, которое необходимо преодолеть, чтобы разделить и увидеть саму эту материю, её образование, требуется огромное, непомерное по нашим меркам количество необходимого разделения одного того же химического атома Менделеева, чтобы дойти до самого физического атома, настоящего физического атома, который выражает природу физической и молекулярной материи. Астрономы наблюдают только свет, который исходит из первых четырёх молекулярных видов. Только первые четыре молекулярные вида из всего семи мы можем наблюдать в неважно какой силы телескопы на современный день до 2022 года на данный момент существуют. Это всё, что я со своей стороны могу добавить. Если у кого вопросы, комментарии, добавления... Денис? У меня вопрос может быть не по теме, всех приветствую. А электрон относится к астральной материи? Нет. Электрон относится к физической материи. Спасибо. Да, Денис. Максим, мог бы ты разъяснить, почему физический мир является наинизшим? Почему мы дальше не спускаемся? Почему наинизший является физическим? Наинизший физический мир — это максимально возможная степень уплотнения материи в отношении степени влияния динамиза через монады. То есть, чтобы замедлить интенсивность динамиза и чтобы создать какую-то стабильную форму, только в физическом мире можно дойти до пределов. И неизвестно, можно ли было бы продолжать это этажирование, доходить до каких-то пределов, создавать ещё дальнейшие кластеры каких-то образований. Но в целом, если есть возможность пробуждать сознание монады, начиная с физического мира, то это самый подходящий мир, потому что он самый меньше даёт какие-либо выражения динамисов. Монаде сначала в минеральном царстве необходимо пройти стимуляцию, внешнее влияние со стороны каких-то видов энергии, которые выражает этот вид материи. Этот вид материи подавляет динамис. Все атомарные виды подавляют на самом деле истинную силу динамиса и предназначены для того, чтобы монада постепенно пробуждалась в более высоком виде материи, который способен проводить этот динамис. Физическая материя — это предел завершения и укомплектации динамиса. Динамис невозможно остановить, его можно остановить, монада может его остановить внутри себя как действующий, когда она достигнет наивысшего космического царства и сама решит, захочет ли она это делать, когда она обладает полным его контролем. Но монада не способна остановить действие динамиса через другие монады внутри них, но может их регулировать, может контролировать их через аспект сознания для того, чтобы создавать групповые направления. Так, например, формируется в ранних этапах космос, когда он регулируется более высокими видами сознания, которые покрывают гигантское количество монад, чтобы они смогли вовлечься в космос, будучи бессознательными. Их движение и выражение динамиса начинает быть контролируемым. Физическая материя, динамис, как я уже сказал, достигает предела своей остановки. То есть, это самые медленные формы выражения динамиса, которые возможны для космического тотального сознания. Вероятно, это и наилучший вариант для удобства эволюции. Существует множество факторов и законов, которые могли бы подразумевать и давать определение, что, возможно, это лучший вариант из возможных. Вот мой комментарий на этот счёт. Спасибо. Я хотел бы ещё добавить от себя, что, когда температура стремится к абсолютному нулю, но скорость атомов, то есть, вибрация атомов практически останавливается, и сама материя превращается таким образом в бесформенное существо. И вот этот абсолютный ноль, он как бы является тем пределом, за которым уже фактического проявления форм невозможно. Примерно так. Я бы добавил к этому нюанс, что температура, как феномен, существует только в физической материи. И в случае абсолютного нуля, который используется в термодинамике, сам Лоренци критикует термодинамику за то, что она не понимает кое-какие нюансы. Энергию невозможно восстановить. Действие вибрации тоже невозможно. Если это происходит, то это происходит потому, что тогда атом распадается. Замедление — это поглощение. Поглощение энергии. Это наивысшая форма энтропии, в которой тогда перемещение и самоактивность самого атома достигает своего возможного пика, остановки. И поэтому температура, как природа, она существует в абсолютном нуле только в физическом плане, только в физической материи. Об этом было сказано в гелозойке самой, что как температура это низший вид выражения активности материи. И термодинамические законы, как касательно что материю можно остановить, они недействительны. Материю невозможно остановить. Ее можно максимально замедлить путем поглощения ее выделяемой энергии то ли иной формы, то ли иного атома. Но невозможно как-либо остановить выражение вибраций. Если это происходит, то тогда атомарный вид распадается на более мелкие атомарные виды, из которых он был составлен. И продолжать свою активность, будучи уже не под воздействием той энергии, которая действовала в том мире, которая замедлила его. Это добавление. Спасибо. Если у кого что добавить, прокомментировать, спросить. Хорошо. Продолжаем чтение. Атомная материя. Космос состоит из первоатомов, названных Пифагором монадами, которые образуют 48 все более грубых видов атомов в 7 непрерывных сериях по 7 типов атомов в каждой серии. Именно эти 49 видов атомов образуют 49 космических миров. Если у кого как-либо прокомментировать, спросить, добавить. Да, Александр? Вот тут как бы говорится, что существует 49 миров. Так вот, в каждом из этих миров существует свой элементарный кирпичик. Элементарным кирпичиком первого мира является монада. Во всех более низких и более плотных мирах элементарными кирпичиками все более сложные агрегаты строятся. Но все равно в каждом мире существует некий элементарный строительный материал под названием который можно сравнить с кирпичом. Вот кирпичом второго мира является из 49 монад нечто некий атом созданный из более низких еще более сложные но все что строится на втором на третьем или четвертом и сорок девятом мирах все строится из этого элементарного кирпича который на этом плане в этом мире является тем что называется атом а все остальное вот существует семь подпланов на каждом мире все остальное называется уже молекулами то есть сначала существует атом в каждом мире из него еще создаются шесть молекул потому что на самом верхнем плане атом находится а на шести более низких находятся молекулы так вот все формы которые в каждом мире построены какие-то сложные агрегаты из агрегатов еще что-то более сложное вот все это построено из атомов этого мира и молекул этого мира а молекулы этого мира тоже построены из атома этого мира а в свою очередь атом этого мира построен из монат Но такое добавление. Добавлю к высказанному Александру дополнению в качестве молекулярной материи. Молекулярная материя существует только в солнечных системах. В более высоких все агрегаты и оболочки формируются из атомарной материи. Есть ли у кого что прокомментировать и добавить? У меня два вопроса. Пожалуйста. Первый. В чём разница атомов и атомарной материи? И второй вопрос. Кто такое семь типов атомов? То есть можем ли мы дать им какие-то наименования? Отвечу на первый вопрос. Когда речь идёт об атоме, говорится в единичном количестве об атоме. Атомарная материя — это в большом количестве. Но в контекстах зависимости от подразумеваемой темы. То есть это удобство. И здесь речь идёт о количестве. Но атомарная материя — это материя, которая составлена из атомов. А атом рассматривается как в изоляции, как сам по себе. Второй ответ на второй вопрос. По поводу семи типов атомов. Семь типов атомов — это как у нас существует семь планов на нашей Солнечной системе. Где каждый атомарный вид имеет своё подразделение. Семь типов, например, низшего атомарных видов могут формировать молекулярную материю и формировать уже сами Солнечные системы. Более высокие типы представляют из себя другую природу и способны выражать ту или иную природу в семиричности получше. Это уже вопрос отделов и более детального изучения. То есть отделы делятся на эти семь типов. 49 атомарных видов — это также семиричное деление. Семь по семь, где каждый из сем атомарный вид принадлежит к одному из отделов, в большей степени выражая его. А им и номинования даны. У Бейли они называются космическим физическим планом, космическим астральным планом, космическим ментальным планом, космически буддхическим планом. Гелозойки и терминологи другая. Вместо буддхического подбирается эссенциальный, вместо астрального подбирается эмоциональный. И поэтому это вопрос изучения уже отделов. Ответ может быть более детально получен для того, чтобы их изучить. Почему именно их семь типов и так далее? Получается, мы проводим аналогию семи типов атомов с отделами, с лучами, с планами и с подпланами. Всё формируется семи личностями. И она универсальна получается. Нужно сказать и добавить, что, например, эмоциональный мир, его прототипом является космический эмоциональный мир. То есть это тип атомарных видов, который формирует уже, например, 48-й атомарный вид. Который содержится внутри же этих 48 атомов, потому что все низшие атомарные виды составлены из выше. Космический ментальный мир является прототипом ментального мира нашей Солнечной системы и мира, например, нашей именно конкретной планеты. То есть тот вопрос аналогии, семи личной аналогии. Можно продолжать, я полагаю, ни у кого вопрос? Если можно, вопрос, Максим. Я правильно понял, 49-й план физический. Вот планы — это агрегатное состояние, газ, вода и так далее? Да, агрегатное состояние так и называется. Например, про атомарные виды речь не идёт о агрегациях, а о первоатомном уплотнении. Агрегация, как вы понимаете, это уже тоже вид уплотнения, но ещё и регуляция атомарной материальной энергии для того, чтобы она производила формирование уже крупных кластеров. Допустим, водород. Допустим, газ, который жидкости. Агрегатные состояния были взяты, к примеру, как воды. Возьмём аналогию. Лёд — твёрдое агрегатное состояние. Жидкость — пар. Как известно, каждый этот вид агрегатного состояния легче выражает динамическую силу. Вода более эластична и подвижна, газ ещё более эластичный и подвижен. И каждое агрегатное состояние, поднимаясь к более высокому, приближается к истинному состоянию самого атомарной материи. В высших мирах подбирается тоже пример молекулярной материи, доходя до 43-го атомарного вида. Но это исключительно из удобства, пока у людей не выработана терминология. Если мы будем исследовать более подробно этот предмет, то мы поймём, что, например, эта терминология не подходит. Но пока с целью удобства это будет применяться. То есть под план жидкий, твёрдый, газообразный, эфирный, суперэфирный, субатомный и атомный останется. То есть все другие могут поменяться в зависимости от того, какой мы мир будем рассматривать. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Да, ответил. Есть ли у вас вопросы, добавления, комментарии? Нету. Продолжаем чтение. Каждый низший атомный вид построен из ближайшего, более высокого. Два из одного. Три из второго. Четвёртый из третьего. И так далее. Таким образом, найнижший атомный вид, в скобочках 49, содержит все 48 высших видов. Каждый атомный вид растворяется. Получается следующий более высокий вид. Из физического атома получается 49 атомов, атомного вида 48. Я на всякий случай перечитаю, потому что, возможно, будет не сразу понятно. Из физического атома получается 49 атомов, атомного вида 48. Всё. Если у кого что прокомментировать, добавить, спросить. Да. Всё равно непонятно. Последнее предложение. Можно его прокомментировать? Под последним предложением подразумевается, что 49 атомный вид составлен из 49 атомов эмоционального мира. Эмоциональных атомов. Но этот мир называется 48-мым атомным миром. Поэтому этот результат формулировки, который на слух воспринимается, немножко тяжелее, чем если читается. Понятно или нет? Понятно или нет? Не очень. Получается, мы говорим про 48-й, как это называется, мир, да? И что в нём имеется 49 отделов атомов, или как? Не отделов атомов, а атомов, 49 атомов, которые формируют 49-й атомарный вид. Один атом 49-го атомарного вида. И здесь переводим... Теперь мы идём от обратного. Мы говорим. Из 48-го атомарного вида формируется 49-й атом... Один атом атомарного вида. Понятно? Мне непонятно, но я надеюсь, в будущем прояснится. Ну, тут вопрос ориентации в 49 атомарных видах. И что, например... Ну, хорошо, я попробую по-другому объяснить. Вот, допустим, мы будем рассматривать, сколько ментальных атомов находится внутри физического атома. Мы должны взять и разложить дальше 49-й эмоциональный атом, на 49 составных частей. Получится, что физический атом состоит из 2401, если не ошибаюсь, в количестве атома, чтобы образовать один физический атом. Но до этого они должны составить эмоциональный атом, то есть из 47-го вида, который называется ментальным атомарным видом в Солнечных системах конкретно, к эмоциональному миру. и только потом образуется физический атом. Понятно? Вот сейчас мне стало понятно, и я хочу уточнить у Александра. Получается, можно сказать, что в одном мире, допустим, в 49-м, то есть в космическом, физическом плане, ну, даже не так, допустим, физический план мы берём, и там 49 атомов, или как это правильно сказать, 49 подпланов в одном плане? Ну, тут речь идёт о том, что в каждом мире есть элементарный кирпич, из которого всё построено в этом мире. Так вот, элементарным кирпичом физического мира является 49,1. 49,1. Элементарным атомом эмоционального мира является 48,1. Чтобы создать элементарный атом 40, физического плана 49,1, нужно 49 атомов 48 первых. 48,1. Это понятно? Да, понятно. Ну вот. А чтобы создать 48,1 атом, необходимо 49 атомов 47 первых. 47,1. Ясно, ясно. Ну, мне кажется, эта тема как бы немножко так удалённая от того, что надо в первую очередь понять. Эти подробности можно потом уточнить, мне кажется. Ну, в принципе, если вопрос есть, конечно, мы попробуем отвечать на него. Так, я закончил. Да, я последнее слово скажу. Я, получается, же не ориентируюсь в системе, поэтому вы просто как более ведущие, сведомые, можете сказать, что этот вопрос как бы не актуален. Ну, мы, например, прошли мимо вопроса, который касался семья отделов и их дифференциации, потому что знали, что он уже для более продвинутой теории. Не, задавайте все ребята любые вопросы. И отвечать мы будем пробовать на все вопросы. Но степень подробности тут может быть разная уже. Ответа. У кого-то есть, что добавить, прокомментировать, спросить? Нет. Продолжаем тогда чтение. Вся материя, в скобочках, атомные виды, молекулярные виды, агрегаты, миры и так далее, образуются и растворяются. Только первоатомы вечны и неразрушимы. Процесс построения, чтобы сделать низшие виды материи, называется инвальвацией, в скобочках, вовлечением. И соответствующий процесс растворения, эвальвацией. Чем ниже вид материи, тем больше вовлеченных в него первоатомов. Есть вопросы? Комментарии, добавления? Да, Денис. Максим, поясни, пожалуйста, разницу между инвальвацией и инволюцией. Инвальвация — это вовлечение монады в атомарные виды. Инволюция — это процесс спуска, который проходит монада в процессе инвальвации. Инволюция подразумевает процесс до тех пор, пока монада не достигнет найнижшего физического атомарного вида, не вольется в него. И в моменты, когда наступит процесс, что она может стать эволюционной материей, то есть начать свой путь эволюции через 12 природных высших царств, тогда она перестает проходить процесс инвальвации и начинает проходить процесс эволюции. Инвальвация — это также механический процесс, который может конкретно не касаться вопроса развития сознания и опущения монады. Это также может касаться перехода одного атомарного вида к другому атомарному виду. Просто для того, чтобы производить материализацию. Как, например, в каждом атомарном виде происходит циркуляция высших атомарных видов друг с другом. Одни проходят эволюцию, другие проходят инвальвацию. Но по большей части все атомарные виды стабильны и не требуют своего разложения, то есть растворения, то есть эволюции. Такая разница. Максим, ещё вопрос. Продолжение вопроса. Можно ли упростить это и сопоставлять инволюцию с аспектом сознания, а инвальвацию с аспектом материи? Смотря что мы рассматриваем, если рассматривать просто причисление аспекта сознания и аспекта материи, то инвальвация — это аспект материи, а эволюция — но это тоже аспект материи. инвальвация. Это все аспекты. Инволюция и инвалюция. Да, мы можем так рассматривать. Мы можем рассматривать, что одном речь идёт об аспекте сознания, инвалюции, а инвальвация — это аспект материи конкретно. Да, мы можем так рассматривать. Спасибо. Есть ли ещё вопросы, комментарии, добавления? Нету. Хорошо, продолжаем тогда чтение. Атомная материя от природы динамична. Я со своей стороны добавлю к этому маленькому предложению, что под этим подразумевается выражение динамица через материальную энергию. Из-за первоатомной плотности тот или иной вид динамица проявляется через атомарные виды как материальная энергия. Поэтому атомная материя от природы динамична. То есть всегда находится в движении, всегда руководима динамицом. Всё. Есть ли у кого что добавить, спросить? У меня, да. У меня всё-таки есть вопрос к предыдущему параграфу. Чем ниже вид материи, тем больше вовлечённых в неё первоатомов. Соответственно, монат. Возникает вопрос. Во-первых, почему больше? Что это означает? Как это происходит? Почему количество монат множится? Я понимаю, что это процесс дифференциации, но можно как-то подробнее описать? Почему размножением? Разложением? Прошу повторить последнее слово. Размножение. Размножение. Размножение нету такого. Вот чтобы монада выглядела как зигота, такого нету. Если о таком речь идёт. Монада не зигота, которая начинает делиться на 2, 4, 8, 16 и так далее частей. Если речь идёт о построении, то первоатомная плотность – это количество во входящую одну единицу строительную, одну форму, которая выполняет функцию любого агрегата, любого строительного материала, любого другого крупного объекта в своих мирах. И тот или иной объект построен из определённого количества атомарных видов, а тот атомарный вид содержит определённое количество монат. То определённое количество монат, которые требуются для того, чтобы именно составить эту форму в том или ином мире, со своей природой, измерением, массой, которой, конечно, нет такого понятия о более высоких атомарных видах, чем физически. Я надеюсь, это понятно? Или я недостаточно ответил на вопрос? Недостаточно развернуто. И мне даже сложно спросить, потому что я как будто бы услышал половину мысли, но не понял её до конца. Можно тогда повторить вопрос? Вот говорится, что чем ниже вид материи, тем больше вовлечённых в неё первоатом. За счёт чего происходит большее вовлечение? Что значит? Пожалуйста, Александр. Рим, попробую тебе ответить. На эту тему я уже несколько раз говорил, видимо, это прошло мимо внимания. Вот строительным кирпичом каждого мира является атом. И на каждом более низком, находящемся в более плотном мире, в каждом более низком мире этот атом состоит из большего количества монат. То есть, условно говоря, во втором мире всего из 49 монат каждый элементарный атом состоит, как строительный материал всех форм в этом мире. В третьем мире 49 умножить ещё на 49. То есть, получается, что в третьем мире, ну, я сейчас буду как бы не точные цифры оговорить, а как бы вот порядки. Значит, атом второго мира 49 монат, атом третьего там, условно говоря, тысяча, атом четвёртого мира, условно говоря, 100 тысяч, пятого мира там миллион, десятого миллиард. Ну, я сейчас совершенно с потолка беру цифру, но смысл, что атом в каждом мире всё из большего количества монат состоит. А уже из этого атома строится всё в этом мире. Я понятно ответил? Получается, мы относимся к этому делению, как к математической прогрессии, которую мы рассматриваем как аксиом. То есть, мы не понимаем, почему так происходит, но мы понимаем, что это законы, по которым монады вовлекаются и размножаются, если можно такой термин применить. Наверное, Денис хочет ответить, да? Да, пожалуйста, я попробую из своего понимания, Гуслан, тебе ответить. До этого было озвучено, что наш космос — совершенная организация. Таким образом, количество монад, введённых в данное проявление космоса, оно конечное. И то есть, вот это конечное число, оно было введено. Первые монады, которые были введены в самом начале, то есть, они пошли уже на процесс эвальвации и уходят из нашей солнечной системы, то есть, а те, кто идут в инволюции, они, то есть, так как система уже сорганизована, то есть, процесс организации закончен, то есть, если мы будем брать параболическую систему, то есть, вот они идут, опускаются до самого низшего вида и идут вверх. И то есть, здесь процесс инволюции уже закончен, то есть, уже количество монад идёт, и все они в итоге проходят через 49,7 и идут выше. И то есть, когда в какой-то критической точке все монады, которые были вовлечены в данный вид космоса, пройдут 49,7, то, соответственно, восходящая друга будет смещаться всё выше и выше. Вот у меня такое понимание. Понятно. Я ещё в своей голове провёл аналогию с ребёнком, как он, как плод формируется в утробе. Это тоже в некотором смысле уже законченная, ограниченная модель с момента зачатия, потому что есть определённый математический расчёт в организме, впоследствии которого формируется этот плод, то бишь, клетки делятся и формируют органы и так далее. Подобным образом я рассматриваю вовлечение монад с первого по 49-й мир. Хорошо. Есть ли у кого что добавить, прокомментировать, спросить? Да, Александр. У меня есть предложение. Мы почти два часа в эфире, и, по-моему, следующая тема называется «Пространство и время». Хорошо бы её начать на следующем занятии. Мы должны сначала спросить, удобно ли всем продолжать. Вопрос ко всем. Сейчас могут включить микрофоны для того, чтобы сказать «да» или «нет», удобно ли им продолжать. Чувствуют ли они комфортно, чувствуют ли они силы, что хотели бы. У меня есть позиция. Я поддерживаю Александра. Я думаю, что лучше не доехать, чем переехать. И обработать этот материал. Ещё в качестве комментария, когда выкладываешь видео, то больше двух часов это уже тоже нежелательно. Чтобы видео длилось больше двух часов нежелательно. Хорошо. Тогда я полагаю, что мы можем заканчивать. У нас тогда на этом... Чтение заканчиваешь. Но мы хотели ещё после чтения немножко поговорить на тему расписания и прочего там. Озвучишь? У нас есть такое предложение со стороны некоторых участников нашей группы, чтобы они могли сами внести те даты, которым им удобны, озвучить их и написать специальную Google-таблицу, которую мы создали, где они бы указали, в какой день неделим удобно, с какого времени и по какое, чтобы мы смогли назначить следующее наше совместное чтение и так далее. То есть мы будем адаптироваться в зависимости от того, сколько у каждого особенного времени, в зависимости от каждого графика, чтобы как можно большее число людей и самых активных участников могло принять совместное чтение. Вот, я сказал касательно этого. Теперь касательно совместного чтения. Длительность совместных чтений может варьироваться от часа до двух часов. Но, как Александр сказал, нежелательно для длительности роликов в YouTube, потому что они все будут выложены. Поэтому у нас, вероятно, будет такая вот средняя длительность идти для того, чтобы мы могли полноценно записывать. И, значит, средняя длительность может достигать часа, предположим, 55 минут и так далее. Поэтому будьте готовы выделять свое свободное количество времени именно приблизительно на этот промежуток времени. Я все сказал. Я бы еще хотел как бы среагировать на появление Алибана на видео. Я делаю ему замечание, как один из администраторов. Хотя это и в правилах не описано, но появление сигареты крайне нежелательно. А также распитие спиртных напитков и прочее, как бы, подобное поведение. Я делаю замечание Алибану, и при повторном появлении сигареты он будет забанен. Это довольно строгое правило будет. Есть ли у кого что спросить, добавить, узнать? Хочу сказать по поводу дат, которые участники смогут внести, времени свободного, которое у вас будет. Это еще делается для того, чтобы вы могли участвовать в дальнейших новых мероприятиях, которые мы также хотим затронуть сейчас в обсуждении. Я сейчас не зависаю, скажите. Получается, мы пришли к выводу, что мы можем собираться раз в неделю для совместных обсуждений вот дискорд-сервера, обговаривать плюсы-минусы в этом направлении. Также, ну, да, первая часть нашего диалога, нашей конференции будет в большей степени техническая. То есть это вот отклик по поводу нашей деятельности, я имею в виду всех нас в совместной деятельности. Это какие-то ближайшие цели, направления, каждый сможет высказать свое мнение, обговорить плюсы-минусы. Этому будет уделяться, как мы думаем, возможно, не более получаса. И дальнейшее обсуждение мы можем посвятить конкретным темам, вопросам, которые есть у наших участников, и это будет уже полноценная дискуссия. Изначально мы размышляли о том, стоит ли поделить вот это вот одно мероприятие, которое состоит из двух частей, на два отдельных мероприятия. То есть в одном мы просто собираемся и общаемся, как бы обговариваем плюсы-минусы, а другое касается конкретных тем, конкретной дискуссии. Пока что мы пришли к выводу, что это можно объединить для того, чтобы удостовериться, проверить, хватит ли нам времени на то и другое. Поэтому на данный момент помимо чтения гелозоики будет еще чтение, связанное с четвертым путем. Я не помню, как называется книга. И третье мероприятие – это конференция, которую мы будем устраивать раз в неделю или два раза в неделю, по желанию. Поэтому желательно заполнить Google-таблицу, чтобы мы понимали, у кого какое время свободно. Есть ли еще что добавить, спросить, узнать? Да, пожалуйста. У меня вопрос к Александру по поводу замечания, которые он сделал по поводу курения, алкоголя и т.д. Можно ли пояснение, потому что, если это не является самоочевидным для кого-то из участников, то данное правило было бы здорово передать само видение, понимание, почему так лучше и почему данные запрет действуют. Если это возможно, будет здорово. Это было в режиме импровизации замечание сделано. На мой взгляд, это очень сильно компрометирует то мероприятие, которое мы проводим. Курение, распивание напитков, ну и невежливо. Ну, кушать, даже кушать перед видеокамерой тоже как бы будет, наверное, вариантом невежливого поведения. в конце концов можно отключить видеокамеру. Но вот на зрителя это же будет выкладываться в сеть видео. На мой взгляд, человек, который курит во время такой беседы, ведет себя неприлично в качестве изучения в момент, когда эзотерические знания какие-то рассматриваются. Это дело личного каждого человека. Курить, не курить, пить, не курить. Но во время бесед это, по-моему, категорически недопустимо. Можно дополнить вопрос? Просто мне, я согласна, то есть я поддерживаю данное правило. Мне просто для себя интересно, обосновано ли это с точки зрения, допустим, эзотерики, либо это является просто вопросом коллективного удобства или больше с такой человеческой точки зрения. Правда, интересно. Мы пока, честно говоря, даже не обсуждали. В голове даже не было такой мысли, что кто-то будет курить во время. Это было как бы для меня очень неожиданно. Все равно, что если бы кто-то голую попу показал. по-моему, это крайне было неуместно. Но взгляды могут у разных людей, конечно, отличаться. Хорошо, благодарю за ответ. Ну что, наверное, тогда закончим, Максим? Да, мы будем заканчивать. И видео появится в сети буквально через час, наверное. Хорошо. Благодарю всех участников. Приходите на следующие совместные встречи, если у вас будет возможность. Спасибо, что задавали интересные вопросы. Думаю, они послужат хорошим. Подспорим людям, которые могут познакомиться с данным мировоззрением, которое мы сегодня рассматривали. Всем хорошего дня. Всем пока. Спасибо, Александр, Максим, Рим. Было очень интересно. Всем счастливо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok